с нами на связи михаил здравствуйте рада вас видеть здравствуйте вадим да рад возвращению в наши эфиры долго вас не было сколько получается больше месяца полтора месяца полтора месяца и вы очень значительно сократили вообще выхода в эфир как я понимаю в этот период спасибо кстати что появились на нашем марафоне но это было скорее такое исключение за что мы даже больше скажу это было единственное исключение то есть за месяц это был единственный эфир мы просто очень сложно я перемещался сложно все было сложно я менял эти как это конспиративные квартиры через день в среднем вот реально я в среднем за полтора месяца переехал где-то 20 раз с места на место это довольно довольно большое путешествие но тем не менее я так понимаю что вы следили за происходящими процессами в мире и в украине вот на что вы бы сейчас обратили особое внимание обязательно следил конечно потому что свои выпуски я делал вы знаете как-то мне так люди все вот буквально как все все кто меня смотрит если естественно вот здесь киеве подходят постоянно люди и говорят то не могут заснуть без меня то еще что-нибудь поэтому я не мог конечно оставить людей без ежевечерних таких выпусков я вижу что людям нужен на какая-то нужен какой-то знаете укол даже не оптимизма что ли реализма поддержки потому что нарастает эта паника она нарастает уныние нарастает не среди моих зрителей а среди вот знаете как сказать паникеров много развелось и я считаю что это конечно же специально организованные россиянами компания она вполне осознанно ведется они нанимают и блогеров которые разводят эту панику и я думаю на западе всякие аналитики есть которые у них на содержании то есть вот последние два-три месяца этого большая компания по такому как сказать вселению того что надежды больше нет и так далее и я вижу людей которые поверили их достаточно большой процент их не большинство даже близко но вот есть даже опросы и так далее и так далее ну скажем чуть меньше 20 процентов людей в украине уже согласны отдать россии территории лишь бы она отстала как бы и сдохла там сама по себе это достаточно большой процент потому что это увеличилось на 19 процентов сейчас за за полтора года увеличилось на 11 процентов число вот эту панику надо гасить надо помогать надо разъяснять при этом совершенно не нужен оптимизм я совершенно против оптимизма прямо реально я совершенно не оптимист я пытаюсь просто объяснить знаете как вот вчера сказал зеленский на эту тему со скепсисом сказал зеленский на своей пресс-конференции можно и страну про и дальше он прям сделал паузу то есть вот прям единственный раз когда он достаточно грубо выразился я полностью поддерживаю этот слоган со скепсисом можно и страну про а мы ведь эти политтехнологи я же не политолог я же политтехнолог политолог можете говорить все пропало а политтехнолог отвечает на вопрос что делать вот я отвечаю на вопрос а что будем делать и что можно сделать на ваш взгляд все-таки пресс-конференция владимира зеленского она добавила оптимизма пессимизма наоборот может быть реализма все-таки какой эффект у встречи президента украины журналистами все-таки очень крутая пресс-конференция потому что получены ответы почти на все вопросы я считаю что кроме одного На самом деле, один важный вопрос, мне кажется, президент все-таки обошел, это я так считаю, хотя, наверное, не все это заметили, мы сейчас к нему доберемся до этого вопроса, наверное. Во всех остальных вопросах, так как президент был очень откровенен и достаточно, как бы это сказать, вот он очень четко поставил такую рамку, когда некоторые журналисты стали задавать вопросы, даже не манипуляционные, а скорее достаточно безграмотные. Вот знаете такую формулировку, я просто от некоторых бывает слышу, все знают, что там, не знаю, американцы хотят, вот это американцы хотят, все знают, они вообще ничего не сделали. Вот против этих слов, как бы Зеленский сразу восстал на этой пресс-конференции, сказав, нет, ребят, давайте конкретно, у нас война, поэтому мы все это делать не будем, а будем говорить конкретные вопросы и конкретные ответы. Это было очень конкретно, максимально. И, конечно, он успокоил прям по многим вопросам, да даже в частности вот про эту отдачу территорий. Вот эта идея, что Украина вступит в НАТО по частям, он сказал, нет, ни от одного из наших партнеров не звучало такого предложения. Поэтому это просто все ерунда, и можно этот вопрос забыть, потому что, ну, не Украина же, Украина же сама не может ступить НАТО без приглашения партнеров. Поэтому он развеял многие сомнения, как мне кажется, слава богу. Единственный вопрос, на который он, мне кажется, не ответил, это про будет ли уволен Залужный. Вот я прямо говорю, да, что он на него не ответил. Нет, он, кстати, тоже развеял все сомнения на тему каких-то личных конфликтов. Он сказал, нет, ничего личного, это все производственное, это вполне естественно, потому что Залужный нанят Зеленским, назначен Зеленским. Зеленскому его, если что, увольнять. Это тоже прямой и честный ответ. Но вот на вопрос, будут ли перестановки в военном руководстве, Зеленский не ответил. Он сказал, мы сейчас обсудим до конца года результаты того, что было на Южном фронте, тогда придем к выводам. И, кстати, он сказал, и несообщимых. И несообщимых. Но это понятно почему, потому что многие из них будут военной тайной. Но, на ваш взгляд, все-таки удалось этим ответам по поводу взаимоотношений Зеленского и Залужного президенту успокоить или немножко погасить этот, в том числе, раздуваемый пропагандой российский пожар, потому что много было вбросов, заявлений, сообщений по поводу того, что там раскол, там кризис, там конфликт и прочее. Вот на ваш взгляд, все-таки, насколько президенту Украины удалось на пресс-конференции, скажем так, погасить это пламя? Вы знаете, именно про этот, прямо вот конкретный вопрос, удалось ли прямо вот в этом вопросе, очень трудно ответить, не имея данных. Это было бы как-то самонадеянно сейчас сказать, значит так, украинцы отреагировали вот так-то. Так как конференция прошла вчера вечером, то у меня еще нет пока ни одной реалистичной реакции от хоть кого-то из жителей Украины, поэтому я за них угадать не могу. Мне кажется, что ответы были откровенными, ну это же мое такое, да, мне кажется, что ответы были откровенными, а это главное. Ответы были конкретными, это тоже важно. Не отвлекался на мелочи, это тоже важно. Я постоянно, кстати, тоже так стараюсь, когда меня спрашивают, а вот скажите, вот такая-то там сказала. Я такие вещи не комментирую, потому что мало ли кто что сказал. Вот, но это же на меня так повлияло, на меня успокаивающе. Как на остальных, я не могу заранее сказать. Но, тем не менее, про этот конфликт виртуальный заложенного с Зеленским, есть сегодня, прямо сегодняшняя социология, уже не вчерашняя, а сегодняшняя. Но она, эта социология до, исследование проведено до пресс-конференции, 10 декабря оно было закончено, это исследование. И вот, значит, 72% отнеслись бы негативно, в Украине жители отнеслись бы негативно к отставке заложенного, 72%, это много. При этом позитивно отнеслись бы только 5%, по-моему. Вот, то есть, 21% еще и нейтрально. Нет, извините, 2% позитивно, 72% негативно, 21% нейтрально. Ну, это показывает, что, в общем, поддержка абсолютно железная, подавляющая большинство настолько, что нереально, конечно, уволить заложенного. Просто я в это не готов поверить, что можно вот так против воли народа это сделать. Кроме того, вот смотрите, и какой я сделал вывод из этой социологии. Вот у нас в Украине, ну, у каждого родственники на войне. У каждого, причем уже ближайшие родственники. Уже такое количество людей воюет, что, ну, вот прям в каждой семье есть какой-то человек, который сейчас на войне. И когда я вижу такую цифру, что только 2% за увольнение заложенного, я понимаю, что те, кто воюют против увольнения заложенного, это очень важно, да? Потому что иначе бы цифры были другие. Это же люди с фронта приносят это мнение. Вот, ну, приносят это мнение и дальше распространяют своей семье. Поэтому, я думаю, что тотальная поддержка на сегодня у заложенного. И, кстати, вот дальше забавно. Значит, 8% считают, что конфликт серьезный между Зеленским и заложенным. 8%. А 43% вообще не верят, что такой конфликт есть. А 35% считают, что это недоразумение, которое нельзя назвать серьезной проблемой. Вот, поэтому это было до пресс-конференции. То есть успокаивать надо было 8%, не так много. Вот это данные, да, уже, это уже не мнение, а данные. Что касается возможного изменения тактики и стратегии ВСУ, потому что стали звучать такие формулировки «переход к стратегической обороне», а сейчас строится укрепрайоны, насколько я понимаю. То есть можно ли уже фиксировать и констатировать, что ВСУ переходит к новой тактике введения войны? Нет, потому что формулировки «переход к стратегической обороне» звучат от Юлии Латыниной. Ну вот я серьезно говорю, я это слышал от Юлии Латыниной и больше ни от кого. Причем вот, в частности, у вас в эфире буквально вчера или позавчера она это говорила. В смысле, я когда вчера или позавчера слушал интервью у вас с Юлией Латыниной, я был в шоке. Я, честно, я скажу, давно просто не слушал. Ну, раньше слушал в начале войны, потом давно не слышал. До меня только доходили отголоски, да. И тут я схватился за голову, потому что сидит российский журналист. Сначала говорит, что вот неправильно украинцы поступили, что не стали проводить выборы, что они все против. Неправильные украинцы, неправильные. Потом дальше им говорят, что надо переходить к стратегической обороне. То есть, говорит, кто? Латынина говорит. А они, значит, против, не хотят этого слышать. Говорят, что надо освобождать территорию Украины. И она возмущена как бы мнением украинцев по этому поводу. Но это прям такое... Мне даже трудно как бы как-то это оценивать, да. Так, что российский журналист дает советы украинцам, а потом возмущается, что к нему не прислушиваются. Я не слышал слова стратегической обороны ни от кого больше. Ну, возможно, там от Алексея Арестовича, но это его точно уж личное мнение, как человека, который заявил себя кандидатом на будущих выборов, которые будут после войны. Поэтому, собственно, какая разница, что он сейчас думает про такую или сякую оборону. Нигде больше этого нет. Вчера, кстати, и от Залужного мы такого не слышали, правильно? И от Зеленского мы такого не слышали. Залужный, кстати говоря, сказал, как он собирается воевать в следующем году. Прямым текстом сказал. Вот. Он сказал, что я вам не расскажу. Вы мне тут... Ну, когда его попросили прокомментировать издание Die Welt, да, которая немецкая, которая сказала, что он собирается там новое контрнаступление начать, он говорит, слушайте, у нас не цирк, война, поэтому, конечно, я не расскажу, что я буду делать. И Зеленский сказал, да, у нас будет новая тактика, но мы о ней не расскажем. Ну, логично, что не расскажем. Что вообще сейчас происходит на фронте? В общем, очень многие сейчас источники, я осторожно говорю, в том числе в западных СМИ, сообщают о том, что нехватка боеприпасов. Есть определенные вопросы, когда поступит помощь и что будет с американской помощью. Там выборы, и понятно, что это вносит свои коррективы вообще в этот процесс. Нужно экономить боеприпасы. Насколько это уже ощутимо, как вы считаете? Это точно ощутимо, потому что это уже не какие-то, не только какие-то источники. Вы не обязаны в данной ситуации быть осторожны, потому что это сказал представитель украинского военного командования. Генерал, не помню, кто из них, честно скажу, не заложный, но кто-то из высшего команды, который имеет право на такие слова, это официальная позиция, он заявил следующее, что в связи с недостатком вот этих поставок сейчас отменены часть операций ВСУ. То есть это не означает, что при обороне не хватает боеприпасов. Это означает, что вот были намечены какие-то операции, часть из них отложена в связи с недостатком снабжения боеприпасами. То есть это точно и официально позиция вооруженных сил Украины. Дальше, почему есть недостаток боеприпасов? Тут есть некоторое заблуждение. Это не только, и даже может быть, может быть, осторожно скажу, не столько, что там с финансированием-то проблемы, а с логистикой проблемы. Раньше боеприпасы брались на складах в Израиле. Там есть американские склады, оттуда везлись боеприпасы. Сегодня с боеприпасов, со складов в Израиле ничего не берется, по понятным причинам, потому что там война. И берется это со складов в США, что изменило полностью логистику и затруднило ее. Это есть такая проблема. Отдельно, скорее всего, уже, возможно, уже имеет место и вот эта проблема с недостаточным финансированием. Потому что Пентагон сказал, что все, последний пакет дадим на этой неделе, и больше денег не будет. Остался последний миллиард. Уже ищутся выходы. То есть Германия там сказала, что усилит. Еще кто-то сказал, что усилит. Вот сегодня была интересная новость на эту тему, что вот я выражал какую озабоченность. Шитагман выразил озабоченность. Все понимают, смешно звучит, но все-таки. Когда говорят, что американцы в ближайшее время не смогут дать деньги, соответственно, не смогут дать вооружение, соответственно, какие-то виды боеприпасов. И есть один вид боеприпасов, который меня тревожил, как жители Киева, больше всего. Это заряды для патриотов. Потому что каждый день россияне пытаются обстреливать Киев. Вот сегодня, в частности, обстреливали шахедами. По шахедам, понятно, мы патриотами не стреляем, но по баллистическим ракетам, которыми они обстреливали ровно неделю назад, мы стреляем патриотами. И заряды для патриотов стоят дорого, их надо много. И вот что делать, если американцы не смогут их поставлять? Это будет составлять что? Что сами патриоты останутся беззащитными, и Россия не смогут поразить то, о чем они мечтают. Ну и ключевые объекты Киева, в том числе военные, станут тоже оголенными от ПВО. И вот сегодня с Пентагона, кстати, пришла на эту тему новость, что они договорились с Японией, что Япония, в общем, де-факто будет передавать это все. Де-факто, потому что там сложная схема, неважно, там нужно вносить изменения в законодательство, а снаряды Южная Корея в это время будет поставлять в Украину тоже через как бы некие третьи схемы, сейчас не буду вникать, даже сам не разбираюсь. Но факт, что об этом озабочены, то есть раз Пентагон это заявляет прямо, то первое, эта проблема существует, второе, они и знают, и пытаются ее решить. Вот такая история. Если вообще говорить о том, что происходит на фронте, а сейчас на самом деле происходит следующее, тоже, кстати, все у нас тут так паникуют, не все опять, есть люди, которые паникуют, а в общем-то, если послушать людей достаточно грамотных в этом военной области, что происходит? Вот Россия одновременно наступает по всему фронту практически, пытается, ну по многим частям фронта пытается наступать, в результате в день она теряет больше тысячи человек личного состава, и, кстати, эти цифры более-менее верифицированы, потому что у нас уже британская разведка, американская разведка периодически сообщает какие-то цифры, и они плюс-минус, плюс-минус сходятся, да, там есть разночтения, но не такие уж они прям критичны, теряет сотню единиц техники в день, причем, например, позавчера был день, когда они потеряли больше чем 200 единиц техники, вчера впервые за последние два месяца поменьше тысячи россиян уничтожены на оккупированной территории, то есть постепенно перемалывается российская армия, то есть Украина как раз и стоит в этой самой обороне и перемалывает эту самую российскую армию, которая вот так вот, как когда-то ныне заключенный, а в прошлом известный российский террорист Гиркин сказал, это же похоже на верден, помните, он сравнивал все время с верденом, то, что происходило в Бахмуте, вот сейчас Авдеевка и Марьенко, это все такой же верден, где перемалывается российская армия. Есть два способа победить в этой войне. Один, это совершить прорывы линии фронта и освободить территории, но правда войну это не закончится, потому что россияне будут со своей территории атаковать. Второй способ, это уничтожить армию России. Ну вот пока выглядит так, что ну сейчас действуем по сценарию номер два, уничтожаем армию России. Когда Россия останется без армии, то, соответственно, можно будет брать их тепленькими. Кстати говоря, та же британская разведка, по-моему, на этой неделе сообщила, что из первоначальной армии, которая наступала на Украину, уничтожена, я сейчас боюсь ошибиться, но там цифра около 90%, от той армии, которая, собственно, профессиональная армия Российской Федерации, уничтожена на 90%. Сейчас мы воюем с бомжами и зэками, которых много, да, но их же легче убивать, чем профессиональных военных. Но они учатся, как все-таки считают в ССУ? То есть россияне стали воевать по-другому? Ну, конечно, учатся, конечно. Но когда мы смогли уничтожить ключевые кадровые части, прямо целые воинские части, всякие кантемировские дивизии, там такие-сякие прямо дивизии, да, какие-то уничтожены полностью со всеми офицерами. Эти офицеры их готовили годами, даже поколениями, на самом-то деле, даже не годами, а поколениями, потому что это дети каких-то прошлых там офицеров и так далее. Вот это выжгли, вот это уничтожили, слава богу. Поэтому те, которые, да, они учатся, конечно, потому что, во-первых, они учатся, во-вторых, они действительно перевели там как-то экономику на военные рельсы, производят ФПВ-дроны, в большом количестве снаряды, танки. Пусть один в день, но производят один танк в день. Мы уничтожаем восемь в среднем в день. Они производят один. Ракеты производства увеличили, увеличили. То есть да, это все правда, это нельзя отрицать. И количество людей, которые вот сейчас там, Путин сказал 600 тысяч, ну, не знаю, правда-неправда, но это очень много все-таки. Поэтому числом они пока берут и превосходят. Все такое действительно есть, учатся, все правда. Но главное, уничтожить же профессиональную составляющую армию, а весь остальной сброд можно потом как-то сетями отлавливать, грубо говоря. А чем, на ваш взгляд, мы сразу заглядываем в российский либеральный пузырь, связаны пессимистичные настроения там, потому что мы уже как-то приводили слова Евгения Чичваркина. Достаточно давно, но у нас в эфире он сказал о том, что он больше не верит в существование российской оппозиции. И, в общем, считает, что Запад помогает Путину, потому что продолжает покупать у него нефть, потому что Свифт не отключен в тех банках, которые нужны. И все это продолжается, и все это подпитывает. И, в общем, в каком-то смысле Евгений Чичваркин дал понять, что он уже, ну, опускаются руки от того, что ничего нельзя изменить. Вот как вы оцениваете, можно ли по настроению в российском либеральном пузыре следить за тем, как себя чувствует Владимир Путин, насколько он уязвим или, наоборот, неуязвим? В российском либеральном пузыре нет одного настроения. Настроение Чичваркина я прямо у вас уже даже комментировал во время специальной включки, вспомнив, что весной 2022 года, то есть там через месяц-два после начала войны, когда ввели санкции против российской нефти и начали отказываться постепенно от российского газа, тогда даже, по-моему, не начали толком, Чичваркин сказал, ну, это сейчас все храбрятся, а потом вынуждены будут, когда все это страшно вздорожает в Европе, это на одну зиму хватит запасов, а потом все будут закупать, все будет, и никуда не денется Европа, потому что и так далее, и так далее. Но в этом же Чичваркин оказался в прогнозе неправ, вот прям конкретно неправ, хотя это его епархия, так сказать, бизнес, оказался неправ, потому что наоборот, переполнены все хранилища этим газом, цена на газ упала за это время, спотовая там в разы. И да, покупают российский газ? Покупают. Сжиженный покупают? Покупают. Но посчитайте по объему, посчитайте по деньгам, сравните с тем, что было до войны. И, кстати, недавно был график, доля российского, по-моему, нефти и газа. Только что где-то я видел, я знаю где, сегодня Демьян Кудрявцев, может быть, он вам давал когда-нибудь интервью, не знаю. Давал большое, да, интервью. Вот, вот он сегодня опубликовал у себя в Фейсбуке, кому интересно, ссылочку, на доклад большой, но это впервые на русском, он опубликован доклад, по-моему, в сентябре, сейчас он впервые опубликован на русском языке, там многие те, кто вам дают интервью, участвуют, там, по-моему, Алексашенко участвует, там, Елена Лукьянова участвует в работе над этим докладом, много людей, я там всех не вспомню, он перечислил всех Демьян Кудрявцев, и там прямо приведены, ну, там доклад о чем? Как санкции надо усиливать, в чем они правильные, в чем неправильные, что можно изменить и так далее, я еще пока не все прочитал, но там есть графики, прямо графики поставок доли российской нефти, доли российского газа на европейском рынке, и видно, как она сжалась, просто сжалась, ну, не ноль, но она сжалась-то в разы, там начинается с того, что, по-моему, там нефти было, и нефтепродуктов чуть ли не четверть, там, на европейском рынке, и вот куда она делась, там, в считанные проценты, поэтому это работает, это про скепсис, там, конкретно Чичваркина, потому что он больше всего говорил про нефтегаз, вот видим, что как-то работает, он недоволен тем, что до конца не дожали Россию, что по-настоящему по ней не жахнули, я точно так же недоволен, в этом я его скепсис разделяю, то, что Европа по-прежнему какой-то бизнес ведет с Россией, он недоволен, и я недоволен прям даже больше, чем он, поэтому с этим я тоже могу согласиться, но и поднимать панику, и вот этот быть скептиком, как говорит Зеленский, не вижу большого смысла, поэтому есть разные совершенно крылья у оппозиции, посмотрите, мне вот близки кто, позиция чья, вот честно вам скажу во всей этой, из тех, кого я слушаю, вот Дмитрий Быков, там, не знаю, Глуховский, если послушать этих людей, Акунин, они плюс-минус говорят одно и то же, просто в разных терминах и на разных, вот писатели, да, они понимают, что какой мир придумаем, в таком и будем жить, это понимает каждый писатель. Но они уже объявлены экстремистами, Быков и Акунин. Я их вопросы поднял, потому что смотрите, вот действительно на этой неделе, вы же меня не спросили, что там в либеральном пузыре, вот на этой неделе, эта неделя, мне кажется, деятелей культуры, почему, объясню. Вот, экстремистам объявили и террористам Акунина. Вчера обыски в издательстве Захаров, которое единственное не сняло с продажи книги Акунина. Я зашел вчера на Литрос, специально, вы знаете, просто специально посмотреть на это зрелище. Литрос, наверное, многие знают, главный такой был сайт в России по торговле книгами, электронными. Я зашел, чтобы посмотреть, потому что они же первыми все это сняли с продажи. Вот это издательство АСТ, или как-то так называется, они же владеют этим Литросом. Заходишь на раздел Акунин, там снято с продажи, снято с продажи, снято с продажи. Заходишь на раздел Быков, снято с продажи. Ну, это как, не знаю, как в советские времена вы заходите, Пушкин снят с продажи, Лермонтов снят с продажи, да, Толстой, Достоевский снят из продажи. Это же уровень, ну, если в современном языком, Толстого и Достоевского, то, что снято с продажи сегодня Быков, и, ну, я не сравниваю в абсолютном исчислении, я говорю, относительно эпохи здесь. Снято с продажи, и это главный сайт по торговле книгами. Я специально заходил на это посмотреть. А что говорят в это время эти, да, значит, на этой неделе пострадавшие от российского режима, вот Акунин, которого там уголовное дело завели, обыски и так далее, и только издательство Захаров проявило себя как люди, да, в этой ситуации. Можно запомнить это обязательно, мне кажется. Быков, которого книги запретили, и кем там, не знаю, по-моему, его, кстати, не объявили еще никем, может, я пропустил. Мне кажется, объявили его тоже. Может быть, я мог упустить. Дальше, это еще не все, это еще не весь список. Еще и 9 лет тюрьмы приговорен у нас Иван Вырыпаев на этой неделе. Заочно, к счастью. Заочно, за границей находится. Заочно проживает в Польше и даже отказался помочь от российского гражданства. И это человек, который что сделал в начале войны? Вот он просто вызвал мой восторг тогда. Когда началась война, он сообщил во все театры, где шли его пьесы российские, государственные, а таковых было больше 40, что он все средства, полученные от этих театров российских за эти спектакли, будет перечислять Украине. Вот. И дальше театры могли поступить как хотят. Вот они поступили как, естественно, хотели. Вот. И он сейчас давал интервью не так давно. Я до этого ни разу не видел с ним интервью. Никогда. Я видел его в спектакле, кстати говоря. Он наш зритель, кстати. Да, да? Вот. Я никогда не видел его в спектакле, сам смотрел, но не видел с ним интервью. Как-то раньше. Ну, просто не доводилось. И вот сейчас было интервью, которое взял Михаил Козырев у него. И вот было интересно, как Михаил Козырев, но он все время, так как он дружил со всеми этими, Михаил Козырев или дружит с людьми, которые там в России рокеры и так далее, пытаются как-то найти, ну, не оправдать их, а пытаются найти объяснение, почему они так себя ведут эти люди, да? Ведь Женя Миронов, говорит он там, Михаил Козырев говорит. А в это же время Иван Вырыпаев, у него абсолютно непеременимая по отношению к этим людям позиция. Потому что, да, нет такой темы, что я спасу театр, я спасу постановки, спасает репертуар, зато я как пою хоть что-то. Вот у меня позиции Ивана Вырыпаева, ну, я не буду озвучивать, послушаю, кто захочет, просто послушайте этого умнейшего и благородного человека Ивана Вырыпаева, который в Польше, кстати, занимается чем? Вот тоже конкретным делом. Он там создал, я не знаю, это театр или что у него, но он там принимает беженцев из Украины, актеров, актеров из Мариуполя и так далее, и с ними ставит в Польше спектакли. Ну, круто же, вот это круто. Вообще, если про всех этих людей говорить, я должен обязательно сейчас, заочно, не будучи знакомым, и вообще не зная, нужно ли это этому человеку сказать, что поздравляю с днем рождения Дмитрия Быкова, у него сегодня день рождения. И я бы никогда об этом не заметил, естественно, сам я же не знаю его, но об этом сообщил Акунин у себя в Фейсбуке и дал он ссылку на сайт, где можно купить книги Дмитрия Быкова. И это знаете, какой сайт? Это сайт самого, я так понимаю, Акунина. У Акунина есть сайт, где продаются книги, и там же продаются книги теперь Дмитрия Быкова. Так что на Алидресе их больше нет, а там есть. Написал Акунин, что вот, купите книгу, это будет подарок Быкову. Я так сделать не могу, потому что я все его книги уже купил за деньги, честно, ну, Быковские в смысле. Ну, сначала на Алидресе покупал, потом вот, когда вышла книга про Владимира Зеленского, уже там в издательстве покупал. И могу, это прям личное, как говорится, захожу я на этот сайт Акунина, ну, который дал ссылку, и Акунин пишет, что поздравляю, значит, Быкова, там что-то такое, и цитирую его любимое моё любимое Быковское стихотворение, написал Акунин. И это моё любимое Быковское стихотворение, просто, понимаете, как вот так, да? Я вам сейчас кусочек специально зачитаю, очень маленький, простите, очень маленький, потому что это про всё, что сегодня мы с вами говорим. Это то, чего не учёл Иуда, это то, чему не учил, да-да, чудо наступает там, где помимо чуда не спасёт никто, ничто, никогда. И если ты в бездну шагнул и не воспарил, вошёл в огонь и о конь тебя опалил, ринулся в чащу, а там берлога, шёл на медведя, а там их шесть, это почерк дьявола, а не Бога. Это дьявол под маской Бога отнимает надежду там, где надежда есть. Вот это я про дьяволов под маской Бога, которые рассказывают, что всё пропало. А вот это Быковские слова, которые любимые слова Акунина. Алексей Навальный, с ним нет связи уже 14 дней. Что думаете об этом? Ужасно, ужасно всё это. Вот вчера буквально кто-то говорил, что на Западе не замечают. Замечают, сегодня СНН включают. Там в одном из выпусков это была первая новость про Навального. Ну, в одном из, потому что там сейчас другая главная новость в Америке, в самой Америке. Но в международной политике для них это главная новость сейчас исчезновения Навального. То есть всё-таки стали об этом сообщать, потому что я как раз наблюдал, что в первые недели как-то не было активности. Всё так. Я же говорю, я сегодня включил, посмотрел, да. И прямо на СНН это сообщили. И, конечно, это ужасно совершенно. Это может быть чем угодно. Я просто не хочу, ну что я буду угадывать, что ли, пытаться, что произойдёт. Это тоже несерьёзно. Поэтому просто тут не знаю, что и делать, кроме как держать пальцы, потому что это может быть чем-то ужасным совершенно. Они же на всё, что на всё способны, ну эти российские власти сейчас. Просто на всё. Поэтому всё, может быть, всё, что угодно. А для вас всё-таки вот эта история исчезновения Навального связана с предстоящими в кавычках выборами в России президентскими? Я думаю, что всё гораздо хуже. Это прям, я бы не стал связывать с выборами, с чем-то ещё. Они могут с ним делать всё, что угодно. Человек у них в полном, он заложник, в чистом виде, не заключённый, никто. Заложник, с которым вот под пытками находится и с которым могут сделать всё, что угодно в любую секунду. И вы знаете, эта история про Навального, пытки над ним и так далее, то, в каких условиях его содержат и что с ним делают и в чём его обвиняют, в том, что он вообще, понятно, ничего не совершал вообще. Да это, если вы, вот вас, я сейчас про западных политиков говорю, да, если вас не убедили военные преступления России на территории Украины и вы считаете, что по-прежнему можно как-то общаться с Лавровым, там, встречаться с ними на каких-то конференциях, как-то разговаривать с ними, держать открытые границы и так далее или торговать, ну, если вас не убеждают жертвы на территории Украины, ну, может быть, вас Навальный убедит, ну, в смысле, то, что они делают с Навальным, убедит вас в том, что нельзя иметь дело с Россией, что Россию можно только уничтожить, нельзя с ней вести переговоров, ничего, как государство, это государство, которое должно быть уничтожено, как был уничтожен немецкий Третий Рейх, вот просто как был уничтожен, с ним не вели переговоры в 44-м году, не разговаривали о дальнейшем о мироустройстве и разделе сферы влияния. И если вас не убеждает история Украины, может быть, вас убедит история Алексея Навального. Я думаю, что сейчас это сравнимые, как ни странно, вещи. Ну, вот задам вопрос как политтехнологу, человек, который анализирует в том числе то, что выходит в СМИ, как вы считаете, затронет ли этот кейс вообще тех людей, которые находятся в зоне сомневающихся? Потому что я уже вижу, как пропаганда может это подать и как можно, скажем, нивелировать или девальвировать, девальвировать эффект от того, что происходит с Алексеем Навальным и направить его на ту аудиторию, которая и так к нему относилась, ну, пропаганда хорошо поработала. И, в общем, ну, исчез, исчез, ну, мало ли что бывает. В общем, может и могут что-то не заметить. Вот вы как... Я даже убираю за скобки морально-нравственные аспекты, чисто политтехнологические. Они же знают, как это сделать так, чтобы это не повлияло на большую, так уже подконтрольную массу людей. Скорее всего, да. Ну, может быть... Вы знаете, вот это почему я не могу практически ответить на этот вопрос, объясню. Я же не в России, и у меня нет никакого доступа... Вот политтехнолог работает не с одним человеком, не с двумя, не с пятью, а с миллионом людей. Этим он отличается там от чего-то еще, от политолога, да, который садится в узком кругу, на каком-нибудь там круглом столе что-то обсуждает. Политтехнолог в работе работает на миллионы. У меня доступа к этим миллионам нет. Нет социологии. Я бы обошелся, может быть, без социологии, если бы имел возможность провести какие-то неофициальные фокус-группы, поездить по России, пообщаться в поездах, самолетах, там, не знаю, и так далее, да. Ну, как мне иногда это заменяет, вот то, что я еду в автобусе по Украине и общаюсь с людьми, это мне, в частности, заменяет какую-то социологию, в том числе. А в России я не был уже давно, и сейчас вот просто для меня это абсолютно становится все больше и больше черный ящик, из которого те голоса, которые до меня доходят, это же голоса союзников, естественно, да, а не голоса противников. Поэтому это, к сожалению, для меня черный ящик, который, когда вы говорите сомневающиеся, да у меня не осталось ни одного знакомого сомневающегося, у меня остались только наши, и те, с кем я больше уже не общаюсь. Ну, что поделать. Вот, поэтому я не представляю себе, что сейчас происходит в России. В целом, если брать такую, знаете, генерализацию того, что, а в целом-то, можно ли, ну, как показывает пример гитлеровской Германии, в общем, можно устроить такую страну, в которой не будет даже зерен никаких сомнений. Просто вот не будет зерен сомнений. Можно. Туда ли движется Россия? Ну, выглядит так, что туда. Ну, потому что они же всех выгнали, осудили и так далее. Вот сегодня, вон, сам Акунин говорит, вот только лайк не ставьте моим постам, правильно? Лайк не ставьте, не дай бог. Не читайте, не дай бог, мои книги, ну, фактически, да, книги. Ну, посмотрите, вот запретили Акунина главного писателя России, главного писателя Российской Федерации. Вот это прям точно главный писатель. Нет, может быть, он не самый хороший, кстати, это совершенно не важно. Я еще не говорю, что он лучший. А почему главный? Потому что этот человек написал, наверное, в штуках больше всего книг. Я подозреваю, что у него самый большой тираж внутри России. Я точно не знаю, но я подозреваю, что самый большой прямо. Потому что у Глуховского, наверное, самый большой в мире тираж из российских писателей, а у Акунина, я думаю, самый большой в России. Потому что Глуховский еще на тысячи языках выходил. Вот самый большой тираж за всю историю России. 33 года этой России и за 33 года самый большой. Человек, который написал десяти томник или сколько там томник истории государства. История государства российского. Почти как Крамзин. Второй человек такой в истории этого места, который написал такую историю. И когда этого человека запрещают, объявляют террористам и кем угодно, находится одно издательство. Одно. Одно. которое не согласно. То есть все остальные издательства согласны. Все театры, вы знаете, сняли все постановки. Все театры. Вот вчера театр этого, как его зовут, Безрукова снял постановку Фандорина. Остальные театры тут же все сняли, само собой. Почему-то вот смотрите, фильм, это так символично, фильм «Статский советник». Помните такой был «Статский советник»? Михалков экранизировал. Экранизировал. А, кстати, режиссером он был, я даже не знаю. Нет, он, по-моему, не был. Не-не-не, он там из «Статского советника» экранизировал, да, наверное. А, да-да-да. «Статский советник» он играл, но там играл кто? Там главная роль Олег Меншиков, например. А Олег Меншиков, как мы знаем, чем знаменит сегодня? Подписал договор от имени театра на сотрудничество со Следственным комитетом. То есть это сейчас в сотрудничестве с Олегом Меншиковым, то есть с Фондориным разыскивают Акунина, понимаете, и уничтожают его книги и арестовывают. Ведь это же Олег Меншиков подписал договор о сотрудничестве со Следственным комитетом. А там же в этом же фильме играл Хабенский, в этом же прямо в «Статском советнике», который чем знаменит? Который вместе с Путиным, вот с этим убийцей, человеком, который в розыске, выступает на одной сцене в Курске на открытии чего-то там. Кто там еще в этом фильме? Там этот фильм «Кого не возьми». Там Машков, кстати, тоже играл в этом фильме. Ну, про него чего же говорить. То есть вот вам весь равный только турецкий гамбит еще. Кого не возьми. А в турецком гамбите певцов. То есть вот они все. Вот если уж эта культура, вот это вот влияние этого человека Акунина не смогла научить даже тех, кто играл в его фильмах, да, ну, в фильмах по его книгам, то вот я задумался, может ли культура чего-нибудь, хоть кого-нибудь в чем-то переубедить. Кстати, об этом сам Акунин сказал, он как раз упомянул Михалкова и сказал, сколько же денег он заработал на экранизациях моих книг. А тут Никита Михалков дал большое интервью и говорит, могу ошибаться, тоже сказал Никита Михалков в этом интервью. Но дорогу выбираю верно. Я там по памяти цитирую, но, в общем, примерно так это выглядит. Может быть, да, я потом увидел, что Акунин тоже как бы всех этих людей в общем отметил, но я сразу, знаете, я когда вот это увидел, это все происходящее, следственный комитет, у меня так щелкнуло, что следственный комитет у меня с кем ассоциируется сегодня? Ну вот с этим, с с Меншиковым, с Олегом, да, конечно. С Кемпиевич. Ну вот эта история, она на самом деле о чем говорит? Ну, у меня кажется, что это абсолютно логическое, такое логичное продолжение российской истории, когда начали изымать книги, их сначала стали помещать в полиэтиленовый, там, как-то изолировать, писать книги инагентов, потом стали изымать. Следующий шаг, в общем, был в истории у Гитлера, да и, в общем, в книгах у Брэдбери, например, в Фаренгейте все это описано. Следующий шаг будут устраивать костры из книг неугодных. Мне кажется, как это не грустно говорить, но очень такое предсказуемое развитие ситуации в России. Вам не кажется? Да, обязательно, как говорит Быков, еще и публичные расстрелы будут наверняка, это правда. Но я пошел дальше в своих аналогиях, я подумал следующее. Вот Российская Федерация, вы говорите, логичное продолжение ее истории. Российская Федерация существует с 1991, ну, по большому счету, наверное, даже второго года. Да, формально там какая-то декларация независимости, это мы все понимаем, ну, давайте отсчетом считать, там, не знаю, август даже, да, 91-го года. 32 года существует Российская Федерация как государство. Только вся ее история, она туда и шла. В смысле, это же не то, что была какая-то другая история Российской Федерации, а появилась вот такая. Российская Федерация с первых дней своего существования оккупирует часть Молдовы и часть Грузии, Приднестровья, и оккупировала Приднестровье, оккупировала Абхазию сразу. Потом устроила, в общем, геноцид собственного народа в Чечне. Это все сделала Российская Федерация. Потом эта же Российская Федерация разворачивалась, 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 стала захватывать соседние страны, там, воевать с Грузией и так далее, гнобить свой собственный народ, свою собственную оппозицию и вообще либералов, культур, для деятелей культуры и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что получается, что вся история РФ, ну, на этой территории, я же не про территорию, да, говорю, на этой территории были разные страны, там был Советский Союз, там была Российская империя, там какая-нибудь Московия была, что-нибудь, княжество московское было. Но вот это нынешнее государство, этот Четвертый Рейх, грубо говоря, вот это вся ее история. Когда люди говорят про какую-то прекрасную Россию будущего, она не может быть РФ. То есть нет у РФ такого элемента, когда она была прекрасной, как бы его и не существует. Получается, что да, все логично, начиная с 91-го года. В 91-м году, когда развалился Советский Союз, по большому счету, каждая страна как-то выбрала себе вектор какой-то. И сказать, что какая-то из этих стран как-то меняла, так нет. Ну вот Беларусь решила стать заповедником СССР. Типа мы останемся Советским Союзом. И сейчас она таковым является. Ну естественно, модернизированным немного потому что. Но в принципе заповедник Советского Союза по всем правилам действующий. Три страны Балтии выбрали понятный путь, который был очевиден как бы для них. Украина вот стала неким там страной народовласти, вольницей. Действительно такая Украина вольница. Там Туркменистан стал, понятно, идеей Туркменбаши распространять. А Россия стала фашистской империей. Ну как бы вот рейхом. Почему нет, собственно. Соответственно, конец у нее обязан быть. Либо рейх захватит весь мир, либо цивилизованный мир уничтожит рейх. Тут по-другому быть не может. Поэтому если будет прекрасная Россия будущего, то это будет просто на этой территории, которые люди, вот эти либералы, или кто-нибудь, неважно, построить что-то новое. Но я не вижу возможности куда-то откатить назад и во что-то вернуть эту Россию, потому что она никогда не была вот эта нынешняя чем-то другим, чем сейчас. Но нет ли у вас ощущения, что это как в сериале «Человек в высоком замке» или как в книге «Человек в высоком замке», потому что чего боялась система, чего боялся победивший рейх? Он боялся фильмов, он боялся высказывания об альтернативной реальности, которая существовала. И здесь что мы видим? Мы видим, насколько болезненно Кремль воспринимает художественное слово, потому что Женя Беркович, театральная постановка и стихи, которые написал, она в тюрьме. Акунин и Быков, которые писали книги, то есть они не занимались даже, ну, занимались, наверное, политическим активизмом, но все-таки это не главная их задача, они писали книги, то есть власть боится слова, боится книг, боится стихов, и вот это очень напоминает, конечно, историю «Человек в высоком замке». «Человек в замке» не смотрел и не читал даже, к сожалению. Очень хороший, рекомендую, кстати. Спасибо большое. Вот, но я вот, наверное, как бы начинал с этого тезиса, в чем разговор-то, и в чем конфликт между людьми, как бы их назвать-то лучше, ну, те, с кем я солидарен, людьми моего, Караса, как там называется, Да, у Ванегута так и есть определение. И вот этими вот, которые там в России, в Кремле, в руководстве. Кстати, та причина, почему... Меня спрашивают, а вы могли бы работать на Путина, там, как политтехнолог? Ну, или там на них. Я говорю, они меня не могли бы нанять, ну, потому что у нас на стадии переговоров бы мы бы не смогли договориться именно из-за того, что мы принадлежим к разным Карасам. Не получилось бы. Это не вопрос денег, а вопрос вот этого. Не получилось бы договориться. Так вот, чем у нас, вот если просто попробовать максимально одной фразой сформулировать эту разницу? в российском руководстве пытаются доказать и исходят из того, что прошлое определяет будущее. Прошлое определяет настоящее. И они всем говорят, ребята, посмотрите, вот в прошлом, говорит Путин, наша женщина рожала 8 детей. Поэтому рожайте 8 детей. Потому что в прошлом же 8 рожала. Давайте снова рожать 8. А в прошлом, вот, эти земли были нашими. Здесь Екатерина какая-то там чего-то. Поэтому давайте их снова себе заберем. Они все исходят только из прошлого. А подход людей, с которыми я как бы близок всегда, это люди, которые знают, что будущее определяет настоящее. Не прошлое определяет настоящее, а будущее определяет настоящее. Соответственно, какое будущее мы нарисуем, в таком мы будем жить. Туда мы и придем. По-другому никак. И это вот то самое, что делает Зеленский, который говорит, скептикам быть легко, но тогда все потеряем. А можно нарисовать будущее и идти к нему. Это то, чем занимаются Быков. Акунин, кстати, вообще, ну если Быков занимается в целом как художественным приемом, то Акунин это вообще в своих книгах прям конкретно пишет. Вот она, прекрасная Россия и будущее. Он и прямо описывает, как к ней идти. И некоторые его книги, некоторые, не серия про Фондорина, это вообще прям руководство к тому, как там все это строить. Как строить образовательные процессы и так далее. Вот в чем конфликт. И они тянут за собой, вот те люди, которые правят сегодня Россией, тянут за собой российский народ в то, что, ребята, давайте к нам, мы сделаем, как было раньше. Мы сделаем, как было раньше. И вот тут и начинается. Знаете, есть такая теория, я не знаю, честно скажу, она научная или псевдо. Вот не знаю. Я слушал от людей, которые вроде бы в науке разбираются, но не от самих ученых, сразу скажу. Что мозг человека, он до 20, там с небольшим лет, до 25 примерно, больше выделяет вот всех этих хороших там гормонов или что-то там, ну короче, то, что доставляет удовольствие, когда видит что-то новое или получает новые впечатления. А после условных 25 лет начинает наоборот выделять вот эти же самые, когда что-то узнаваемое, старое, знакомое. Соответственно, человек вот он до 25 радуется новому, а после 25 старому. Но есть другие люди, которые искусственно на себя разогнали этот мозг тем, что продолжили получать новые впечатления, отказавшись как бы законсервироваться. И тогда мозг соглашается с ними и начинает выдавать вот эти награду за новое, а не за старое. Вот мне кажется, что человечество делится в некоторой пропорции между теми, такими и такими людьми, вот грубо говоря, те самые 80 на 20. Ну я понимаю, что это правило Паретта и так далее, но в принципе, вот те 80 сторонников Путина, у кого мозг вознаграждает за старое, а 20 те, кого мозг вознаграждает за новое. Вот и все. Как раз про новое и старое тут вы упомянули про деторождение, там как раз бывший генерал, депутат Госдумы Гурулев сказал рожать и отчитывайтесь перед главнокомандующим. То есть, очень циничное на самом деле заявление, мол, рожайте пушечное мясо, и давайте вождю, чтобы он отправлял их в общем под пулеметный огонь. И это приняли, судя по всему, нормально, у Соловьева там сказали, кто-то даже, видимо, и отчитается за деторождение. Вот эта история, она как бы навязывается или она уже востребована снизу? Вот как вы считаете, вообще такие заявления, они же шокирующие по своей сути, да, но мне кажется, уже, ну, окей, сказал и сказал. То есть, нет такого какого-то отторжения. У многих людей, не у всех, у многих людей. И так, это от безысходности, вы знаете, как раз, потому что вот Лукашенко, у него есть тоже такое историческое высказывание, что вы родите что-то двух для себя, а третьего для меня. Я его заберу себе и сам уже как бы воспитаю. Это он сказал, что типа вот третьего и следующих всех я беру на себя. Это он сказал каждой белорусской семье. Двух родите себе, остальных мне. То есть, как раз на мясо и так далее. И не первый, и не последний он такой диктатор. И в Германии все это было фашистское. И Адьясер Арафат сказал, что матка палестинской женщины главное оружие палестинского народа. Вот поэтому сегодня, в общем-то, что Гурулев, что Путин, говорят, матка российской женщины это и есть главное оружие России. И воюет именно этим, матка российской женщины, что она родит куски мяса, которые будут отправлены на фронт и здесь ликвидированы, уничтожены современными видами вооружений. Но насчет того, находит ли это отклик? И, как вы говорите, является ли это инициативой снизу? А нет, конечно. Путин когда-то, он же разную политику вел внутри России. И когда-то начинал он с того, что мы тут добьемся экономического рассвета и так далее. Обгоним Португалию, двоим ВВП. И люди-то ему поверили и стали рожать детей. И это было. Был период, когда рождаемость в России росла. Был период, когда она остановилась по постсоветским меркам некой рекордной. Даже прирост без эмиграции был положительным у России. А сейчас он отрицательный. Сейчас Россия пополняется только людьми, которые приезжие из Средней Азии, в основном, из Центральной Азии. А рождаемость упала обратно. То есть не получилось это все. То есть они сейчас это все кричат, а народ-то в это не верит. Нет, тут физиологию не обманешь. Не хочет матка русской женщины рожать кусок мяса, который поедет на фронт. Вот. Это точно, потому что это статистика. И вот тут-то я могу говорить. Тут я не про мнение людей, а про статистику сейчас говорю, которая пришла. И вообще удивительным образом, знаете, тут кто-то мне говорит, ну для чего Путин вообще начал войну? Даже нет, извините, не так. Вот не так, с другой точки начиналось. Чего сейчас Путин добивается? Сейчас чего добивается? Мне говорят, ну как сейчас он добивается? Влияние в мире, чтобы его везде принимали как влиятельного человека. Добивается он того, чтобы у него там экономика выросла, чтобы торговлю наладить, деньги заработать и так далее. и еще что-то там, не помню. А я подумал, так это ровно то, что у него было до войны. До войны у него было влияние в мире, оно все время росло. И посмотрите, как с ним каждый день общались все эти Шольца, Макрона и так далее. Это росло, это было. И росло уважение к России, как бы вот ей отдавали всякие чемпионаты мира по футболу, и все что угодно, и все что угодно. Росла экономика в России до войны, росла, действительно. И рождаемость была, понимаете? А сейчас он ровно все это потерял, и всего этого зачем-то пытается добиться. Поэтому, когда мы анализируем поступки, например, Путина и высшего российского руководства, нельзя исходить из человеческой обычной логики. Ну, даже когда у тебя вот это есть, и ты видишь, что это работает, так зачем ты начинаешь войну, да? А вот нелогично. То есть он поступил, не исходя из вот этой логики. Юлия Латынина, которую мы сегодня вспоминали, у нас в эфире сказала, что Алина Кабаева, отправившись в Китай, в общем, демонстрирует, что Китай по-другому стал смотреть на Россию, на Путина, то есть уже некие изменения в политике Китая можно увидеть, что раньше он старался отстраниться, а сейчас вроде как идет на сближение. Как вы считаете, Китай изменил свои отношения к России и Путина? Не отношения, я бы не сказал, что он изменил отношения, нет никакого смысла в этом, менять отношения. Он каждый раз, так как Россия для Китая это тактическое такое оружие, что ли, и он пользуется тактическое оружие в споре с Америкой, естественно, и Китай использует Россию то так, то сяк, показывает американцам то это, то сё, то вот смотрите, говорит Китай, я не буду продавать в Россию ни чипы никакие для ракет, ни передавать никаких вооружений, говорит Китай, прямо говорит. Потом приезжает Блинкен, например, в Америку, и там это заявляют китайцы, прямо при Блинкене, прямым текстом. А потом Китай берёт и разрешает действительно Северной Корее поставить вооружение, потому что это без разрешения невозможно было бы сделать. И вот уже как бы другое, то есть он торгуется с Америкой через вот эту историю. Точно так же, как там демократы с республиканцами в Америке торгуются за Израиль и Украину через мексиканскую границу, условно говоря, так вот и Китай использует Россию как разменную карту, естественно. Завтра американцы ему что-нибудь дадут другое своё, не знаю что. Ну что там Китай требует. Он перестанет поставлять России и выгонит эту Кабаеву. Поэтому Россия не является вот нынешней Россией. Давайте так, территория, территория России Китаю важна. Это правда. Но нынешнее российское руководство это тактическое. Его можно сдать, продать, сдать в утиль, всё что угодно. Китайцы понимают прекрасно. Просто Китай не соизмерим с Россией. То есть это же не партнёр. Россия не партнёр для Китая. Китай это совершенно другая величина. И в будущем этот разрыв будет только расти, потому что есть только две страны в мире, которые будут определять будущее, как ни странно. Потому что это две сверхтехнологические державы. США и Китай. И этот разрыв за счёт небезызвестного нами чат GPT, который является только символом всего лишь, но по сути-то, он будет только расти. Поэтому Россия здесь в любом случае не игрок. Это мясо. Для Китая Россия — это мясо пушечное. Ну что ж, в завершении, поскольку вас надо уже скоро отпустить, про Телеграм. Читали ли вы Грэм и порекомендуете ли вы нас снова спустя полтора месяца после? Во-первых, я только что это сделал прямо перед нашим стримом. Я сообщил в Телеграм-канале, что возвращаюсь в наши эфиры и тут же посоветовал подписываться на ваш Телеграм-канал, потому что по-прежнему он остаётся для меня основным, прямо вот основным из Телеграмов инструментом в работе, в моей, в том, чтобы получать информацию в достаточной степени, в достаточной высокой степени проверки. Вот так. Телеграм-каналов много, а достоверных мало, поэтому спасибо вам за это. Ну что, сколько у вас подписчиков на данный момент? Ох, это моя беда, у меня всего лишь 315 тысяч, потому что, вы понимаете, это просто слёзы, слёзы. Всё-таки, как выяснилось, когда, это шипермонометр, кто не знает, такой прибор, который показывает число подписчиков, разработанного в единственном экземпляре. Когда вы уходишь из эфиров, то люди тебя начинают забывать. Меня начали забывать 315 тысяч. А так хотелось к Новому году треть золотой кнопки 333 тысячи. Но что-то я уже не верю, даже поэтому не агитирую за это. Просто подпишитесь, кто сколько может. Ну, вы возвращаетесь в эфир, мы не дадим вас забыть. Поэтому подписывайтесь на Михаила в YouTube, подписывайтесь на вас в Telegram. Программа Шейтельман по средам возвращается в эфир Грэма. Будем встречаться каждую среду. Благодарим, Михаил, вас за этот эфир и с возвращением. Всего доброго и до следующего раза. Спасибо. Ну, а мы переходим уже к...